В Дагестане задержали группу лиц, которые помогали украинским мошенникам похищать деньги у россиян. Ущерб превышает 100 миллионов рублей. Религия, политика и тень сомнений. Кому выгодно отделение Кизлярской мечети от Дагестана? Смотрите в выпуске. Выявлять таланты и открывать им дорогу в большой футбол. Представители федерального проекта «Футбол в школе» провели очередную тренировку в Республиканском центре образования Каспийска. В Дагестане задержали пять человек, которые помогали телефонным мошенникам из Украины. По данным ФСБ, злоумышленники использовали фиктивные документы, чтобы получить доступ к системам связи российских операторов. Таким образом, украинские колл-центры похищали деньги у россиян. Мошенники звонили своим жертвам якобы от имени правоохранительных органов, спецслужб и банков. Ущерб от действий преступников превышает 100 миллионов рублей. Против задержанных возбуждено уголовное дело о пособничестве в мошенничестве. Они находятся под арестом. Антисанитария, битая посуда, плесень на стенах. Не работают умывальники, отсутствуют моющие средства. Это и многое другое происходит в школах и детсадах Сулейманстальского района, сообщает Народный фронт Дагестана. Они выявили массу нарушений в организации питания в учебных заведениях. Иногда нормальный продукт, который мне было первое повторить, цены там я выявил через завещание. Температурный режим в школах помещения не сопротивляется. Специалисты проверили следующее учреждение – детсад номер 2, новопоселковое СОЖ и детский сад Чубарук. Министерство образования прокомментировало ситуацию следующим образом. Министерство образования Республики Дагестан уведомляет о предстоящей выездной проверке организации питания в образовательных учреждениях региона. Цель проверки – оценить соответствие качества и безопасности предоставляемого питания установленным нормам и стандартам. Специально созданная комиссия Министерства образования проведет комплексный анализ всех аспектов организации питания. О результатах проверки будет сообщено дополнительно. Очередное самовольное здание могут снести в Махачкале. Двухэтажный железобетонный каркас на проспекте Акушинского признан Кировским судом незаконным. Строение расположено впритык к остановке Пржевальского. Оно не имеет разрешительных документов на строительство. Теперь дело за службой судебных приставов. Об этом сообщила администрация города. Посредством запроса архивных сведений специалистами администрации города было установлено, что по вышеуказанному адресу застройщику было выдано разрешение на строительство, которым согласовано возведение нежилого здания площадью застройки 180 квадратных метров. Однако администрация города установлена, что при возведении спорного объекта капитального строительства на данном земельном участке застройщикам допущено грубое отклонение от ранее выданного разрешения на строительство, выразившееся в строительстве нежилого здания, площадью застройки 300 квадратных метров вместо ранее согласованных 180. Более того, администрации было установлено, что при возведении данного объекта капитального строительства застройщикам нарушено ряд иных положений градостроительных, строительных норм и правил, а также правил землепользования и застройки территорий города Махачкалы. А сейчас мы в солнечном Кисловодске. Это северокавказская филармония, курортный зал. То есть здание достаточно интересное, но и сложное. Оно вообще имеет асимметричную форму. Вот так, кончиками пальцев незрячие знакомятся с величественными архитектурными сооружениями. Джума мечеть, Эйфелева башня, Успенский собор и другие достопримечательности. Посетителям библиотеки для слепых они представлены в 3D формате. На карточках справочная информация с шрифтом Брайля, а профессиональные гиды комментируют тактильное путешествие по архитектурным достопримечательностям Юга России. Делать, чтобы слепые, которые не видели вообще вот эти здания, памятники, мемориалы, чтобы они имели какое-то представление. Завтра мы планируем посетить в рамках вот нынешнего проекта город Дербент, Дербентскую крепость. И по итогам этой Тифло-экспедиции мы также планируем сделать масштабированную копию Дербентской крепости. В республиканской специальной библиотеке для слепых посетители могут не только читать различную литературу, но и проводить досуг. В адаптированной форме для незрячих здесь есть шахматы, шашки, карты, настольный теннис и даже специальный глобус. Шарик, специальный шарик, он звуковой. Вот так они реагируют на звук и отбивают. Вместо сетки здесь есть разделитель, разграничитель из оргстекла, потому что если неудачное покажено, чтобы они слышали. В планах руководства библиотеки проведение спортивных соревнований, компьютерных курсов для незрячих, а также создание обновлённого центра досуга на базе библиотеки. Мухаммад Амаров, Нурмагомед Магомедов, Дауд Гасанов, Новости НТ, Махачкала. Республика развивает плодоовощной кластер. В Маграмкенском районе открылось новое хранилище на 10 тысяч тонн фруктов. На сегодняшний день предприятие собрало 3,5 тысячи тонн плодов и уже поставляет свою продукцию в одну из местных торговых сетей. В настоящее время ведутся переговоры с другими крупными федеральными компаниями. КФХ САД – масштабный прорывной проект, который реализуется на Йоге. На сегодняшний день первый этап реализации закончен. Это пятитысячное фруктохранилище завершено. Мы уже загрузили все камеры хранения. Здесь используются современные технологии управления микроклиматом. Создается газовая среда, что позволяет сохранить плоды более одного года. И самое главное – сохранить качество продукции. В ближайшее время, как сообщили в Минсельхозе, подобные хранилища появятся и в других районах республики, что позволит обеспечить дагестанцев качественной продукцией в межсезонье. В Кизляре нарастает напряженность вокруг Джума-мечети, где имамом является Сагид Гусейн Сагид Гусейнов. Его действия и решения перейти под покровительство московского муфтията вызывают тревогу среди мусульман Дагестана. Они опасаются, что эту ситуацию раскачивают для раскола единства внутри республики. Для чего тогда создана целая организация Совет Муфтиев Северокавказского федерального округа, прямо перешагивая с Дагестана, с Северного Кавказа, идет непосредственно в Москву. Кто в этом деле ему помогает? Кто движет? Были несколько расстречек, когда и ранее обсуждали вопросы, непосредственно связанные с Джаматом, или там началом, или конца месяца Рамадан. Он никогда, этот человек, данный имам, который сейчас находится там, не принимал сам решение и не мог говорить даже на Советы Алиму конкретно свое мнение о том, что так нужно или так не нужно. Он говорил, надо спросить. Но у кого спросить, остается, конечно, вопрос такой, да, вот, довольно-таки интересный. У кого все-таки, кто этот куратор, который имам не может вынести свое решение, сказать слово имама как есть, все время кто-то курирует. В конфликте вырисовываются влиятельные покровители. В ролике, который распространился в соцсетях, упоминаются имена известных лиц, таких как замруководителя администрации президента России Магомед Салам Магомедов, депутат Госдумы РФ Резван Курбанов и муфти Дум России Равиль Гайнудинов. Часто упоминаются имена Магомед Салам Магомедов, Резван Курбанов и другие, чьи влияния могли сыграть ключевую роль в разбирательствах, касающихся мечеть. Связаны ли эти люди с решением отделиться от Дагестана, вопрос пока остается открытым. Нам не удалось с ними связаться. Однако нам ответил Сагид Гусейн Сагид Гусейнов. На вопрос, почему вы хотите перейти под юрисдикцию Москвы, мы так и не получили внятного ответа. Он, в свою очередь, заявил, что он не один, кто хочет перейти в юрисдикцию московского муфтията. Это усиливает опасения, что религиозную общину Дагестана пытаются расколоть извне и реализовать здесь свои идеи. Считает юрист Джума-мечети Кизляра Магомед Рамазанов. Раскол в Дагестане – наиболее вероятный итог этого влияния извне. Что касается того, что Сагид Гусейн пытается объединить, не объединяя, тоже большой вопрос. Как так получается, если Кизлярский джамат, по его мнению, весь хочет под, скажем так, под крыло московского муфтията, это все-таки вопрос такой, да. Если ему не нравится, что юридически он сегодня имам, он беспокоится за свое имамство или все-таки за джамат? Потому что для того, чтобы он был имамом, ему, получается, с Москвы нужно разрешение. Ситуация в Кизляре, где религиозный спор переплетается с политическими интригами, может привести к серьезным последствиям. Важно, чтобы власти проявили максимальную прозрачность, обеспечили справедливое расследование конфликта в Кизляре, а также предотвратили раскол в религиозной общине Дагестана. Выявлять талантливых детей и открывать им дорогу в большой футбол. Представители федерального проекта «Футбол в школе» провели очередную тренировку в Республиканском центре образования Каспийска. Здесь дети смогли отработать технику ведения мяча, научиться некоторым финтам и взаимодействию в команде. Такое занятие пришлось ребятам по душе. Очень хороший урок был. Мне очень нравится футбол. Мне почему-то позиция вратаря больше всего понравилась. Я отбивала мячи в трудных моментах. Когда у моей команды не получалось отбивать мячи, я спасала команду на воротах. Проект «Футбол в школе» призван привлечь детей и подростков в самый популярный вид спорта в мире. После открытой тренировки гости поделились с учителем физкультуры приемами и методами, которые сделают занятия еще более эффективными и интересными. Урок прошел очень эмоционально, позитивно. Мы сами этой энергией детей, их желанием зарядились на весь день. Будем не анокранно еще посещать эту школу, радоваться такими мероприятиями. Видно, что дети с особым рвением стремятся играть в футбол. У них есть желание. Это, наверное, больше подталкивает то, что недавняя победа нашей команды на финале школьной футбольной лиги в Москве, которая завоевала пятый лиц города Махачкалы. Наш Дагестан в рамках проекта «Футбол в школе» школьной футбольной лиги высоко оценил Дюков Александр Валерьевич, руководитель Российского футбольного союза. В Дагестане работу проекта «Футбол в школе» курирует заслуженный тренер России Александр Маркаров. За несколько лет к нему присоединились более 150 общеобразовательных учреждений республики. Курбан Рагимов, Дауд Гасанов, телеканал ННТ. Футбол в школе!